Время обновления и новых возможностей Вкуснейший питательный напиток – березовый сок Лишь пару недель в году можно насладиться этим полезным природным лакомством, так сказать, напрямую от производителя Вместе с природой пробуждается и человек На дачных участках происходит оживление Пахнет дымом от костров, в которых сжигается прошлогодняя засохшая листва На грядках едва проклюнулись молодые перышки чесночка, посаженного под зиму прошлой осенью В тени, еле заметно шевеля своими молодыми листочками, закаляется неокрепшая рассада Будующий урожай этого года Иногда слышится запах ароматного шашлычка, от которого даже у сытого человека просыпается аппетит Начинается новый сезон, который вместе с новыми возможностями принесет много событий и путешествий Субтитры создавал DimaTorzok Начало весны всегда по-особому красиво В основном за счет контраста красок Еще не успевший сбросить снежное покрывало склоны гор Коктау Выделяются на фоне голубого небосвода и зеленеющих подступов к горному массиву Где-то там, среди белеющих хребтов протяженного Калбинского хребта Нашел свое убежище уникальный памятник природы республиканского значения Сенегорская пихтовая роща, находящаяся под охраной государства Я много читал про этот пихтовый лес, а сегодня решил отправиться на его поиски А заодно испытать автомобиль, который пришел на смену городскому паркетнику Едва съехав с асфальта на еще влажную после ночной сырости почву И не успев продвинуться вдоль хребта и на километр, останавливаю машины Виды вокруг божественные, и это лишь осложняет езду Не успеваешь следить за дорогой, любуясь притягивающими взгляд пейзажами Аккуратно ступаю по зеленому ковру Под ногами уже распустились фиолетовые колокольчики сон травы И едва-едва проклюнулись молодые перышки лука-слезуна Без особого труда, преодолев подъем с перепадом высот в 200 метров, достигаю конечной точки Дальше крутой перевал через хребет и непроходимые заросли караганы Располагаюсь за гранитным столиком Нужно немного подкрепиться, пополнив силы перед радиальными вылазками А заодно определиться с направлением, куда идти Тщетно пытаясь найти следы реликтового леса Внимательно всматриваюсь вдаль в надежде увидеть скопление вечно зеленой пихты Увы, кругом одни сосны до кусты караганника Плотным ковром, покрывающего отвесные склоны калбы Свободно гуляет ветер среди причудливой формы гранитных останцов Напевая загадочные мелодии гор Иногда ветер стихает, давая возможность насладиться пением Бесчисленного количества пернатых Снующих с ветки на ветку, с дерева на дерево Здесь какая-то своя особая атмосфера Отличающаяся от тех многих мест, где удалось мне побывать Внимание мое привлек какой-то шум, раздающийся из ущелья Это берет свое начало на склонах Коктау, ручей Шалабай-Белак Левый приток реки Урунхай Пытаюсь подойти к нему поближе, но сделать это оказалось задачей непростой Подступы к ручью со всех сторон надежно защищены непролазным кустарником Будто бы охраняющим живительную артерию калбы Идти же напрямик через кусты как-то не хочется Уж больно колюч ветвистый стражник Того и гляди запустит в тебя своей длинной гибкой веткой Побродив немного вокруг, все же удалось найти небольшой просвет И протиснуться к руслу ручья Но о том, чтобы к нему спуститься, не могло быть и речи Крутые и отвесные берега не оставляли никакой возможности это сделать Что ж, полюбуюсь бурным потоком вешних вод отсюда Щедра природа на дары Появилась жажда Утолил ее березовым соком Проснулся аппетит Заморил червячка сочным и полезным слезуном Молодые перышки которого полны целым комплексом необходимых витаминов Уже вовсю ведут свою трудовую деятельность колонии рыжих лесных муравьев Интересно наблюдать за этой кажущейся суетой и неразберихой За которой на самом деле скрывается четкая иерархия, идеальная дисциплина Не спеша возвращаюсь к месту стоянки За кружечкой горячего чайка обдумываю дальнейшие планы Уже понятно, что пихты здесь нет И нужно исследовать другие подступы к коктау В поисках этого вечно зеленого пушистого великана Каким-то чудом сохранившегося в укромном уголке горы Коктау Несмотря на многовековые изменения климата и рельефа Отправляться сейчас в соседнее ущелье нет смысла Спешка здесь ни к чему Поэтому остаток времени решаю посвятить изучению загадочной тропы Уводящей вглубь соснового леса, покрывающего один из склонов горы Тропа эта еле приметная, но с четко очерченными формами и границами Петляя, она поднимает все выше и выше, открывая и показывая то, что не видно оттуда, снизу Подъем довольно крутой, но эта трудность компенсируется частыми остановками на созерцание потрясающих видов Идешь вверх по тропе в окружении плотной стены сосен и берез и вдруг просвет Своего рода окошко, из которого открывается живописный вид на ущелье или соседний склон горы Или же заприметишь какого-нибудь интересного крылатого обитателя здешних мест Одиноко сидящего на скале и высматривающего очередную добычу Как не остановиться и не запечатлеть такие моменты? Все чаще стали попадаться на пути многочисленные следы пребывания здесь То ли зайца, то ли оленя-косули, укрывающегося в лесу от посторонних глаз Хотя охота в этих местах строго-настрого запрещена В дикой природе действуют свои правила и законы И опасность для обитателей леса присутствует всегда Закон пищевой цепочки никто не отменял И тот, кто является хищником по отношению к одним, легко может стать добычей для других Поэтому каждый раз испытываешь чувство настороженности при виде звериных следов на земле и на снегу Вскоре тропа начала теряться, а затем и вовсе пропала Я уперся в отвесный подъем, окруженный непролазным кустарником и высокими гранитными валунами Дальше идти уже попросту небезопасно Высота в навигаторе чуть больше тысячи метров На автомобиле удалось подняться мне с 700 до 900 Значит норматив по 100 метровки на сегодня выполнен В ногах чувствуется легкая усталость, а сердце в груди усиленно стучит Насыщая кровь живительным кислородом Пусть не удалось мне отыскать пихту и здесь Зато познакомился я с укромным уголком дикой природы Со своей атмосферой и микроклиматом Который сотни метров ниже разительно отличается от здешнего Уверенно и не спеша вступает в свои права очередная весна Время обновления и новых возможностей Пробуждается природа, руководствуясь какими-то неведомыми и неподвластными нам сигналами Хорошо иногда посидеть вот так за гранитным столиком Наслаждаясь горячим чайком из термоса и незамысловатой Но отчего-то до безумия вкусной едой С любовью приготовленной дорогим твоему сердцу человеком Сидеть и никуда не спешить Ни о чем не думать и не торопиться Смакуя и созерцая не просто горы и шагающие по ним рядки пушистых сосен Но нечто большее – находить в этих горах и просторах отражение себя и своего внутреннего мира Глубже понимая те сложные вещи, которые на самом деле не стоят ни капли нашего внимания Никогда не хочется уезжать из таких мест Поэтому непроизвольно оттягиваешь момент отъезда А потом будто бы в замедленном кино садишься в машину Запускаешь двигатель и неохотно покидаешь эти сказочно красивые места То и дело оглядываясь назад в надежде увидеть малейший повод вернуться сюда вновь Чтобы найти то важное и ценное, что мы утратили в обычной жизни И к чему можно смело применить понятие «реликтовый» Подразумевая под этим все то, что современными условиями существования Понимается как несоответствие и пережиток прошлых времен и поколений Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok